Всем привет, это канал Частер, меня зовут Кирилл, и здесь мы говорим о часах. Сегодня у нас на обзоре представитель винтажной коллекции часов Casio, модель AQ-230GA9D. Модель примечательна тем, что здесь можно отслеживать сразу три часовых пояса. А вот так модель выглядит вживую, кажется, что корпус у нас из нержавейки, на самом деле нет, это пластик, специальное покрытие под по золоту сверху. Браслет вот у нас из нержавейки, действительно, как и задняя крышка, на которой информация о модуле производителя. Водонепроницаемость Water Resistant, значит, что минимальный уровень, то есть только брызги дождя, не более, и механизм японский, сборка в Китае. Как мы видим, здесь у нас также и стекло выпирает немножко над уровнем часов, стекло здесь акриловое, будьте внимательны, желательно его огородить от царапин. Две кнопки слева, одна справа и, собственно, сам циферблат под стеклом, цвета шампань такого. Риски, две стрелки часовая-минутная, без светонакопительного покрытия, здесь его абсолютно нет, но в районе 6 часов мы видим электронный циферблат, где у нас дублируется стрелочное время. Дело в том, что стрелочное время у нас дублируется автоматически, но мы можем сделать так, чтобы здесь было абсолютно два разных времени. Одно время у нас будет на циферблате, другое показываться стрелками. Чтобы поменять время, которое указывается стрелками, мы используем правую кнопочку. Правая кнопка у нас, как мы видим, со специальными бортиками, чтобы случайно ее не нажать, так как при случайном нажатии у нас собьется аналоговое время, а так мы можем зажать кнопку и изменить положение стрелок таким образом. Зажав кнопку, они двигаются быстрее, а по одному нажатию она будет двигаться где-то на полминуты, на одну треть. Итак, мы можем уже установить два разных времени. Как же изменить время, которое у нас указано на циферблате, на электронном циферблате. Для этого мы прямо в режиме текущее время зажимаем вот эту нижнюю кнопку, звуковой сигнал, загорается секунды и мы с помощью этой же нижней кнопки переходим из разряда в разряд. Настройка же осуществляется с помощью верхней кнопки. Вот, например, сейчас на секундах с помощью верхней кнопки можем их обнулить. Далее переходим в разряд часов, устанавливаем часы, далее переходим в разряд минут, устанавливаем минуты, далее 12.24, установим 24-часовой формат и все, после этого время мы выставили. Также у часов есть несколько функций. Переход от функции к функции осуществляется с помощью верхней кнопки. Один раз нажимаем, переходим в дату, в календарь, здесь у нас месяц, число и день недели, настройка также с помощью зажатия нижней кнопки, а переход из разряда в разряд также с помощью нее, месяц, потом число, потом день недели и все, у нас установлена и дата. После установки даты, следующий режим, режим будильника, здесь мы можем установить как будильник, так и по часовой звуковой сигнал. Причем в любом из режимов мы можем проверить, как у нас будет звучать будильник, мы просто задерживаем левую верхнюю кнопку. Достаточно громкий будильник, поэтому можно смело покупать эти часы, если вам необходима именно функция будильника в них. Будильник также как и дата, как и время устанавливается, зажатием нижней кнопки, с помощью нее переходим из разряда в разряд, а с помощью верхней кнопки меняем часы, десятки минут и единицы минут. После этого переходим в настройку будильника, сейчас у нас, видите, тут горит и палочки и колокольчик, палочки это значит будильник включен, а вот этот вот колокольчик, это значит по часовой сигнал включен. Раз, нажимаем, ничего не горит, раз, нажимаем еще, у нас горят только палочки, то это значит только будильник будет звучать. Ещё раз нажимаю колокольчик, это значит только по часовой сигнал и ещё раз нажимаем, будет и будильник срабатывать и по часовой сигнал. Следующий режим, режим второго времени, это как раз таки тот режим, где мы можем установить уже третий часовой пояс. Напоминаю, что один у нас с стрелочками, один у нас как основное время на циферблате был, а вот в этом режиме dual time мы можем установить еще одно время, третье. Все также зажатие нижней и с помощью верхней меняем, устанавливаемое время, также формат 12.24 здесь можно поменять, но и остался у нас еще один режим, это режим секундомера ST. Точность измерения 1 сотой секунды, вплоть до одного часа можем замерять время, запускаем с помощью нижней кнопки. Сплит функции здесь, к сожалению, нет, поэтому здесь можем только лишь остановить и сбросить секундомер. Например, мы занимаемся спортом, пробежали, остановили, можем снова, например, запустить, все на нижнюю кнопку делается, на нее же останавливаем, сбрасываем на зажатием уже нижней кнопки. Да, придется снова секундомер тут запустить, но так это, к сожалению, здесь работает, только лишь одна кнопка здесь отвечает за все в секундомере. По циферблатам здесь скрывается японский кварцевый механизм с точностью плюс-минус 30 секунд в месяц, питается от батарейки CR920W, средний срок службы 3 года. Естественно, чем чаще будет использовать функции будильника, функции секундомера, то тем быстрее будет батарейка у вас садится. Ну а вот так часы будут выглядеть на руке, небольшие габариты, прекрасно смотрятся на средних и маленьких запястьях, я думаю, они отлично подойдут и детям. Габариты здесь следующие, 39 миллиметров у нас высота по краям ушек, ширина 30 миллиметров, толщина 8 миллиметров, часы очень маленькие, при этом здесь наш браслет очень необычный, с бегунком, его ширина 18 миллиметров, а по длине от 15 до 20 с половиной сантиметров его можно одевать. Да, действительно бегунок позволяет нам устанавливать браслет на необходимую нам длину, при этом мы можем использовать всего лишь что-то металлическое или, например, какую-то ручку, в данном случае я использую пинцет, мы здесь открываем вот этот элемент застежки, двигаем наш бегунок на то расстояние, на которое нам необходимо, замерив заранее по нашему запястью, и после этого мы обратно закрываем этот элемент до щелчка, после этого браслетом можно пользоваться, даже если вам мешают вот эти лишние звенья, их можно просто-напросто отломать. Вес часов 45 граммов, легкие, на руке не ощущаются, прекрасно выглядит, подходит как ежедневная модель, как модель под стиль casual, возможно даже ее одеть и под деловой стиль одежды, если может быть какая-то бежевая рубашка будет, я думаю тоже будет хорошо сочетаться, вообще дизайн часов универсальный. Подведя итоги, отмечу, что часы мне понравились, у них много плюсов, как я уже сказал, мне понравился универсальный дизайн, также возможность установки сразу нескольких часовых поясов, небольшие габариты, возможно для меня они слишком небольшие, но тем не менее габариты позволяют их покупать даже детям, и также еще отмечу удобство изменения длины браслета, при этом не могу не отметить материал, во-первых материал корпуса и стекла, да мы понимаем, что это пластик и стекло может царапаться, также наш браслет, несмотря на то, что это нержавейка со специальным IP покрытием, отмечу небольшую грубость обработки, если проводить пальцем по краям браслета, то мы прямо чувствуем, что обработка не завершена, то есть оставляет желать лучшего. Также хотел бы отметить и легкость замены батарейки, дело в том, что здесь крышка открывается очень легко, ее достаточно чем-то здесь подцепить, это можно сделать в домашних условиях, и поэтому если у вас вдруг сядет батарейка, то вы с легкостью можете это сделать дома, заранее купив 920. В конце хотел бы узнать и ваше мнение по поводу этой модели, обязательно оставьте в комментариях под видео, также если вам оно понравилось, то поставьте лайк и подпишитесь на канал, но на этом все, всем пока!